Дорогая Малый Ёж, приветствую вас! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Я думал, мне знакомиться не надо, но подсказывать, что надо. Меня зовут Александр Иванович Бублик, я из города Ростова-на-Дону. По приглашению ваших братьев, я прибыл к вам на молодежное общение вместе с нашими братьями, с нашего объединения. Тему, которую братья распределяли теме, сказали, выбирай, какую хочешь. Но я понимаю, какая тяжелая тема, и я ее взял на себя. Это тема рождения свыше. Вы знаете, я думаю, что вот среди нас сегодня находятся три направления верующих людей. Одни знают, что они рождены свыше. Другие знают, что они не рождены свыше. А третьи не знают ничего. Рождены они или не рождены. И мне кажется, самая сложная ситуация у тех, которые ничего не знают. Те, кто знают, что они не рождены свыше, им есть куда стремиться. Кто уже рожден свыше, есть за что благодарить. А вот эта середина, этот вакуум, который стоит, они не знают, что им делать. Я думаю, что эти люди, каждое общение каются. Вроде бы и хорошо. Но для них самих, ну, это хватает на две-три недели. А может, на два-три дня. И все становится на прежнее место. Вы знаете, можно было бы к этому вопросу относиться так, ну, как вам сказать, относительно. Но вот Христос странную мысль сказал. Или, наоборот, может, не странную, важную мысль сказал в Евангелии Таана, третьей главе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И вот тут-то у нас сразу и проблемы. Если не увижу, значит, и не войду. Ну, так же, да? Значит, и не войду. И вот мы и думаем, ну, как попасть сюда? У нас очень много проблем в этом вопросе. Знаете, вот мы все говорим, скоро придет Христос. Надо готовиться. А что надо сделать? Как приготовиться? Вот я себе представляю. Если мы узнали, что завтра придет Христос. Что бы вы делали сегодня? Трудно, да, сказать? А я скажу, мы бы сегодня проводили вот такое собрание. Ну, может, по-другому бы внимания было бы. Наверное, больше было молитв, покаяния было бы, больше бы. Ну, хоть на всякий случай покаяемся. Вдруг что-то не так. Ну, все равно покаемся, чтобы, кажется, чуть-чуть улучшилось. Ну, вот такие мы с вами люди. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Знаете, это звучит немножко проще. Но это же выражение тоже. Оно ярко звучит. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». То есть, та же самая мысль. Если нам смотреть по Евангелие от Иоанна, 3 главой, последним стихом, 36 написано, «Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит ее». Ну, где-то все рядышком, где-то что-то, понимаете. Иногда люди даже заходят в спор. Вера в Иисуса Христа является рождением свыше или нет. Вот мы, знаете, когда принимаем людей в церковь перед крещением, на что обращаем внимание? Он должен быть рожденным свыше. А как определить, рожденный свыше или нет? Кто это может определить? Другие братья говорят, «Он должен быть верующим». И начинают спорить, так верующим или рожденным свыше? Ну, это одно и то же. Должен уверовать. Что это такое? Ну, прежде всего, я бы хотел на некоторые моменты обратить внимание. В Евангелии от Матфея, в Луке 11 глава, Христос говорит в ответ ученикам, «Научи нас молиться». Он говорит, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Царство Небесное или Царство Божие – это общество, в котором исполняется воля Божия совершенно, с любовью, с радостью. Быть Царством Небесным – это значит вести такой образ жизни, в котором мы довольно, но добровольно подчиняем себя воле Божией. Ну, еще на некоторые моменты обращу внимание. Что значит жизнь вечная? Жизнь вечная – это не только идея бесконечности, но бесконечной длительности. Вы знаете о том, что жизнь, длящаяся вечно, она может быть не только раем, но она может быть и адом. Можно жить вечно в аду, или быть вечно в аду. Ну, Слово Божие – будешь мучиться во веки веков. Следовательно, мы подразумеваем, жизнь вечную войти – это в общение с Богом. За жизнью вечной стоит идея определенного качества. Бог живет жизнью вечной, или, другими словами, жизнь вечной – это жизнь Бога. Войти в Его присутствие, обрести жизнь, в которой живет сам Бог. Вот мы праздновали недавно воскресение Христа. Написано, Он возродил нас воскресением Христовым. Воскресением Христовым мы получили возрождение свыше. Что это такое? Что это такое? Когда Христос воскрес из мертвых, написано, Он первенец. Христос – это новая жизнь. До этого не было ничего подобного. Он первенец, прошедший через смерть, воскрес из мертвых, и больше эта жизнь никогда не кончается. Когда мы принимаем крещение, мы принимаем крещение, то есть что мы делаем? Мы погружаемся в смерть Иисуса Христа и вместе с Ним воскресаем. У нас появляется жизнь во Христе. Но теория нам чуть-чуть начинается понятна. Но как это? Жизнь теперь во Христе. Я чуть-чуть сказал на вопрос о том, что когда человек выходит замуж, теперь на свою жизнь поставил крест. Живи жизнью мужа. Если будешь жизнью мужа, а это же практически назначение для чего? Помощницей мужу. Кто не согласен жить жизнью мужа, замуж не выходите. Смысла никакого нет. Но вы знаете, иногда до странности доходит. Я смотрю даже от людей верующих. Вот написано так. Если мужья не покоряются, слово истину, то житием жен своих без слов приобретаемы будут. Житием жен. А если мы наоборот поменяем? Но если жена не покоряется, можно так сказать мужу? Житием своим мужа без слов жену приобретешь. Вам не кажется странно? Но практика показывает, так многие этого хотят достичь. Так многие хотят достичь. Наоборот, мужа переучить, чтобы он вел себя аккуратненько и жену приобрел. Но я на что обращаю внимание? Царство Божие. Что значит войти в Царство Божие? А это то же самое, это родиться свыше. Сам по себе человек не может это сделать. Но когда он верит в Иисуса Христа, когда он Ему доверяется, знаете, открывает Ему свое сердце, Иисус овладевает нашей жизнью, знаете, наше сердце наполняется любовью. А написано, а любовь Дух Святой входит в сердца наши, любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. Те, кто пережил это состояние, когда они обратились к Богу с покаянием, у них произошла эта резкая перемена, не зная, как у вас, а мое сердце наполнилось любовью. Мне не нужно было спрашивать, ты рожден свыше или не рожден свыше. Я все понял сразу. У меня новая жизнь, у меня новое общение с Богом, у меня не стало врагов, у меня все стали друзья, все куда-то старое ушло. Новые цели, новое стремление, радости, постоянное размышление об Иисусе Христе, желание услужить, угождать Ему, делать то, что хочет Господь. Да, не все получается, но это не значит о том, что все теперь конец. Я знаю о том, что со мной Господь. Вы знаете, вот прошел долгую жизнь, много было проблем, переживаний, трудностей, но меня одно всегда греет. Господь со мною. Он меня никогда не оставляет. Я знаю, что я дитя Его. Я не могу понадеяться на себя, но я всегда могу понадеяться на Него. Трудности есть, есть, но Господь со мною. Он не сказал, что трудностей не будет. Я с тобою буду в трудностях. Вот что утешает, вот что дает надежду. Недавно разговариваю с одним молодым человеком, собрался жениться. Берет дочь верующих родителей и члена церкви, которая решила за Него выйти замуж. Ну вот разговариваем с Ним. Ну что, хорошо, правильно вы делаете, что хотите, хоть зарегистрироваться, но я вам советую, определите путь жизни, мировоззрение, доверьтесь во всем Богу. Он слушает, слушает, но себя верующим же выдает тоже. И говорит, а что это такое? Вот скажите, вообще Бог разговаривает с человеком или нет? Разговаривает. У него следующий вопрос. Так, встать в зависимость от Бога. Это скажите, чего нельзя делать? Что вам запрещено? Я говорю, ничего не запрещено. Нет, ну как, ну надо же что-то делать, надо же от чего-то ограничиваться. Надо или не надо? Я говорю, не надо. Ничего ограничиваться не надо. А как понять? Очень просто. И задаю ему вопрос, предлагаю ему. Вот ты до этого момента жил жизнью мирской. С кем хотел, с кем встречался, да? Что хотел, то делал. Правильно? Никто не ограничивал. Теперь ты решил жениться. Ты будешь завтра точно так, что хочу, то делай, с кем хочу, те встречаюсь. Так или нет? Нет, говорит, я так не буду. А почему? Зачем ты себя ограничиваешь? Живи, как ты хочешь. Ну, так я так и хочу для нее жить. Вы поняли ситуацию? Я теперь хочу для нее жить. Он о ней думает, о ней размышляет. Она тоже самая. Ну, скажите, тяжело или не тяжело жить для любимого? Вот отвергнуть себя и жить так, как он хочет. я думаю, что из вас уже 50% влюблялась или влюбились. Пусть я ошибся, но это может больше, конечно. Я занизил. Я занизил. И вот скажите, когда человек полюбил девушку или девушка полюбила брата, ей тяжело делать то, что он хочет? Как вам кажется? Совершенно нет. Уехала у нас одна сестричка в гости. Ну, я знаю, что она подружилась с там человеком, у них свадьба будет. Она такая счастливая приехала. Говорит, я никогда в лучшей поездке не было у меня в жизни моей. Ну, а что же случилось? Ты знаешь, знаете, вот я не успела подумать, сказать, что мне надо, и он тут как тут. Все для меня. Все для меня. И купил, и то, и другое дело сделал. Все для меня. Скажите, ему тяжело это было делать? Он с радостью это делает. Почему? Любовь согревает сердце. И она с радостью на любое пойдет. И так каждый из вас. Скажите, вот любовь Божия, которая сделала сердца наши Духом Святым, она производит эти желания или нет? Мне кажется, это какой-то прообраз того, знаете, она производит те же самые желания. Новая жизнь. Жизнь теперь не для себя. Господи, что ты хочешь? Что ты хочешь? Я живу для тебя. Я готов делать или готов делать все, что ты хочешь. Вы знаете, когда Дух Святой входит в сердца наши, вот тогда, тогда происходит что-то необычное. У нас появляется какая-то сила. Сила Духа Святого. Энергия, желание жить для Бога. Он производит и хотение, и действие, ну, по своему благоволению. Хорошая жизнь, братья и сестры. Вы скажите, в теории все прекрасно. Но в практике же не так. Или так? В практике мы же остались в своих телах греховных. Нас влечет к греху. Вас не влечет, да? Влечет, друзья, влечет. Написано о том, что каждый искушается и обольщается собственной упохоти. Наши тела еще не искуплены. Прямо написано, ожидаем усыновления и искупления тел наших. Царство Божие или Царство Небесное как вот написано, войти в Него или обрести Его. Другими словами, войти в ту жизнь, в которой живет Бог. Это и есть рождение свыше. Нужно ли употреблять усилия, чтобы родиться свыше, стать Детем Божиим или от нас ничего не зависит? Как вы думаете, друзья, нужно употреблять усилия или не нужно употреблять усилия, чтобы войти в эту жизнь? Ну, давайте сначала. Я понимаю, что вам, или вы боитесь сказать что-то, потому что я задаю такие вопросы, или вы не привыкли, или после обеда вы совсем соглашаетесь, что-нибудь так вот, разницы не может. Вот смотрите, как написано. Но даже Христос говорит, если кто хочет идти за Мною, вот самое начало, самое начало, надо употребить какое-то усилие или нет? Надо. отвергни себя. Другими словами, не все будет, как ты хочешь, и не настраивайся на это, что Христос за тобой пойдет, а настраивайся на то, что тебе придется идти за Христом. Если ты хочешь, идти за Ним, отвергни себя и идти за Мною. та же самая история. Решилась идти замуж, отвергай себя и идти за Можем. Вы простите, я на этом примере очень легко просматривать эту жизнь. Отвергай себя и идти за Можем. Живи для Него. Ну, вот сказать, это несовременно. Не-не, в нашем времени это совершенно несовременно. А когда же я буду жить для себя? А для тебя будет жить Он. Когда ты будешь жить для Него, для тебя будет жить Он. И тогда все вопросы решатся. Ну, вот смотрите, как написано в Евангелии от Луки, 16 глава и Матфея, 11 глава, написано так. Царство, одни же Иоанна, Царство Божие, благовествуется и употребляющий усилие восхищает Его или входит в Него. Но вопросов много. Как? Как войти? Когда? Это после смерти? Или это сегодня, сейчас? Когда входит туда? Когда восхищает Его? Какие усилия нужно употребить, чтобы войти в это Царство Божие? У нас много вопросов. И почему именно одни Иоанна, а не до Иоанна? А до Иоанна что, не входил никто в Царство Божие? Как вы думаете, входил кто-нибудь или нет? Входили, да? Слово Божие или Христос сказал одни Иоанна. Не входили. А что это такое? Почему одни Иоанна? А потому что, потому что первый, кто сказал о том, что приблизилось Царство Небесное, это Иоанн. Покайтесь и веруйте в Иоанн. Эту же мысль повторил Иисус Христос одни Иоанна. Теперь какое усилие нужно употребить, чтобы войти в Царство Божие и в Царство Небесное? Мы читаем в Римлянам 14 главе, написано, Царство Божие это не пища и питье, это не жизнь в свое удовольствие, жить по плоти. Нет, это не то. Это Царство Божие, это праведность, мир и радость во Святом Духе. И кто этим служит Христу, тот угоден Ему и достоин одобрения от людей. Давайте мы посмотрим по Галатам, 5 глава, с 13 стиха, я не буду читать, вы вместо этого хорошо знаете, там написано так, что постоянно идет вражда между плотью и духом, всегда противятся. И потом написано, вот они, дела плоти, они известны, начинается блуд, прелюбодеяние, нечистота, свернословие, пьянство, вражда, распри и так далее, написано, таковые Царства Божие не наследуют. Я вас предупреждал, как и ранее, предупреждаю, что таковые Царства Божие не наследуют. У меня стоит вопрос, где и когда они не наследуют. Когда умрут или когда сейчас живут. Открываем подстрочный перевод. Вы знаете, как там написано? Как я вас и предупреждал, как я вас и предупреждал, и сейчас предупреждаю, что делающие так Царство Божие не у наследуют, которые же есть плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Вы понимаете? Это не когда-то будет там. Сегодня войди в Царство Божие. Сегодня войди и живи в Нем. Царство Божие – это любовь, мир, праведность, радость, долготерпение, кротость, воздержание, братолюбие и так далее. Скажите, надо употреблять усилия или не надо употреблять усилия, чтобы жить в этом Царстве Божьем? Конечно, надо. Что легче – жить по плоти или жить по духу? Мне сделали зло, что мне легче – добро ему сделать или сделать ему зло? То же самое. Меня оскорбили. Мне легче обидеться или простить? Подходить и приветствовать его, благоставлять его и так далее. Конечно, нужно употребить усилия, чтобы жить не по плоти, не так, как все, так и я по течению, куда заплывал. Я – Дитя Божие, и поэтому у меня есть воля Божия. Я люблю Господа, и ради Него я готов прощать, любить, снисходить, терпеть, отдавать, жертвовать, делать добрые дела. Вот это и есть Царствие Божие. То есть, я живу сегодня в Царстве Божием во Христе. Я распространяю Его волю, Его Царство. Кто этим служит Христу, тот угоден Ему. Я хочу обратить внимание еще на одну мысль такую. А что такое праведность? Написано, Царство Божие – это мир, праведность – мир и радость в Святом Духе. Праведность. Друзья дорогие, праведность – это несправедливость, как мы думаем. Хотя в этом есть какой-то оттенок справедливости. Но справедность, она больше похожа на милость, нежели на справедливость. Давайте мы конкретный пример посмотрим. Иосиф, будучи праведен, муж Марии, когда узнал, что Мария имеет в очреве, что он решил делать? А по закону? Побить камнями и огласить. Но потому, что он, будучи праведен, он ее решается отпустить. Отпустить. То есть оказать ей милость. Вы знаете, ну, в принципе, я хочу сказать, ну, по закону тоже так написано. И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Не так, как с вами поступили, а как хотите, чтобы с вами поступали. Вы знаете, чтобы поступать по духу, по любви, конечно, нужно употреблять усилия. Конечно, нужно употреблять усилия. И вот теперь мы приходим опять к этому же моменту. Рождение свыше. Рождение свыше. Все-таки рождены мы свыше или нет? Вы простите, я буду несколько раз на эту мысль опять возвращаться. Может, нам станет яснее в этом направлении. Я читаю опять Евангелие от Иоанна, 1 главу, 38 стих. Иисус же, обратившись, увидел их идущим и говорит им, что вам надо в нам? Они сказали, муравей, что значит учитель? Где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Интересная мысль. Что тебе надо? Я бы так задал вопрос, друзья. Каждый человек, который хочет быть христианином, пойти за ним, хочет даже покаяться, хочет что-то от него получить, должен себе задать вопрос. А что ты хочешь вообще от Христа? Что ты хочешь от Него? Вот ты пришел сюда, может, десятый или сотый, или первый раз. Что тебе надо? Что ты хочешь? В чем ты нуждаешься? Если человек не понимает, что он хочет, вы знаете, написано, что когда Слово Божие сеется, и человек не разумеет. Он послушал, забыл, Сатана украл и все. Наша задача, чтобы нам понять, понять и понять, что же это такое. Вы знаете, он говорит, пойди, пойдите и увидите. Они пробыли у него около весь этот день. Что же они увидели? Что они поняли? Ну, дальше мы читаем. Когда они побыли, Андрей находит своего брата Симона и говорит, мы нашли Мессию. Что они увидели во Христе? Они увидели Спасителя. Они увидели посланника Божия, который решает всех проблем. И вот мы нашли. Но эти Петр легко соглашаются, или Симон соглашается, приходит к Иисусу Христу, и, ну, все нормально. Все нормально. И его одобряет Иисус Христос. Но потом, написано, на следующий день Христос находит Филиппа. Филипп тоже немножко побыл вместе с ним. А потом, походе, идет, находит Андрея. Простите, Нафанаила находит. Нафанаила находит и говорит, мы нашли того, о котором написано в пророках и у Моисея. Мы нашли того. Кого вы нашли? Откуда он? Он из Назарета. Нафанаил говорит, из Назарета? Может ли быть что-нибудь доброе? Он, пойди и посмотри. Смотрите, та же самая мысль. Пойди и посмотри. Пойди и убедись. Когда он идет к Иисусу Христу, Иисус Христос, ему, ну, немножко необычная встреча у него. Он ему говорит, первое, вот человек, в котором нет лукавства. Запомните эту мысль, друзья. Вот человек, в котором нет лукавства. Он говорит, откуда ты меня знаешь? Когда ты был подсмоковницей, я видел тебя. И тут же Нафанаил говорит, ты сын Божий, ты царь Израилев. Не знаем, что он делал подсмоковницей. Можно догадываться, все угодно, все что угодно. Но как только он узнал, что его Христос видел подсмоковницей, он говорит, ты сын Божий, ты царь Израилев. Интересно, совпадение или как? Вот вы так видите, я так, наверное, вижу. Вот когда люди приходят к нам в церковь, где проповедуются об Иисусе Христе, у них происходит что-то подобное. Они приходят и говорят, а мне проповедовали. Откуда они знают все? Сидит на собрании, его начинают волновать, он начинает вспоминать свое прошлое, ему становится неудобно, ему, кажется, все на него смотрят, все только его и обличают. Что это такое, друзья? Что это такое? И вы знаете, на что я хочу обратить внимание? Иисусу понравилась одна мысль. Вот человек, в котором нет лукавства. И когда ты вспоминаешь свою жизнь, когда ты вспоминаешь свое тайное, то, чего абсолютно никто не знает. Вы знаете, самое важное в этот момент, человек, в котором нет лукавства. Одни люди, узнав, что Иисус знает их, они признают в нем Мессию и идут к Нему навстречу, а другие от Него убегают. Смотрите, как написано в этой же главе Иоанна Геотеана. «Пришел к своим, свои его не приняли, а те, которые приняли его, дал власть быть детьми Божьими». Написано, «Свет просвещает всякого человека». Был свет истины, который просвещает всякого человека. И вот знаете, тут же написано, «Одни увидели этот свет и к нему, а другие...» Третья глава. «А другие ушли во тьму». Почему? Вот тут я и хочу обратить внимание. Человек, в котором нет лукавства. Что ты ищешь? Зачем? Что ты ищешь во Христе? Если ты ищешь свободу, избавление, общение, хочешь войти в жизнь вечную, тебя Христос светом своим просвещает, и ты или к нему пойдешь, или ты пойдешь к нему, или ты от него будешь уходить подальше, во тьму, или тебе понравится еще наслаждение во грехе, ты еще не все насладился, не все набрал там, или ты пойдешь ко Христу и скажешь, «Господи, ты мое избавление, ты мой спаситель, спаси меня». И вот знаете, вот это и происходит. Одни принимают его, а другие удаляются. Но те, которые принимают, они становятся детьми Божьими. Они увидели в нем спасение, они к нему идут, прилипляются к нему, и вы знаете, и свет наполняет их сердце, и их жизнь меняется, они получают рождение свыше. А делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, потому что у него, чтобы не обличились дела его. Чем ближе человек подходит ко Христу, тем яснее становится ему его состояние. От этого и будет решение. Что он будет делать? Приблизится или уйдет от Него? Вы знаете, мы даже сегодня видим вот по самим себе. Вот сидим мы на собрании, и у каждого человека, вот кто внимательно слушает, то хочет иметь вот это общение с Богом, он разрывается надвое. Решить мне сегодня свой вопрос. Пойти мне к свету, когда меня просвещает сегодня Слово Божие, или удалиться. Вот свет Христов касается тебя, ты будешь к нему приближаться, и это делать нужно сознательно, употребить усилие, или ты будешь как-то ежиться, таиться, чтобы тебя никто не заметил. Вы знаете, вот нам со стороны, вот мы делаем часто призыв, и у нас много переживаний. Ну, как-то видно. Вот человека коснулся Духа Божия. Дух Святой коснулся. Стало человеку понятно. И, знаете, вот я вижу на этом, у меня как-то вот, ну, сразу видно реакцию. Первое, что человек делает, когда делает призыв, просчитывает сюда расстояние. Я же вижу, например, по взгляду, а человек смотрит туда-сюда. Я понимаю, Бог касается этого сердца. Другой у человека смотришь, слезы наворачиваются. Третий ходит, так немножко ежится. Вот. А потом начинается конкретный призыв. Одни раз в обратную сторону, а другие сюда. Происходит серьезная борьба. Один человек мне говорит так. Вот вчера мне делали, вчера делали призыв, я за лавку держался. Я хотел еще, ну, хоть немножко пожить так, как я хочу. Думаю, ну, завтра покаюсь. Мы все же на завтра оставляем свое покаяние. На завтра покаюсь и все. А сегодня, когда делают призыв, мне хочется бежать отсюда. Мне абсолютно безразлично. И подает мне записку во время, прямо во время проповеди. Что мне делать? Что мне делать? Ну, я читаю эту записку и говорю, тебе надо идти ко Христу. Нет, ты можешь уйти сегодня. Вы знаете, меня больше всего волнует, когда люди раз отвернулись, два отвернулись, три отвернулись. А потом смотрят, других Бог касается. Они идут. Они слышат призыв Божий. Они слышат голос Божий. А мне абсолютно безразлично. И начинает человек в панику. Неужели от меня Бог отвернулся? Что мне делать? Меня Бог не зовет. Тебе хорошо, тебя Бог зовет. А меня Бог не зовет. Я не слышу голоса Божия. Что делать в этот момент, друзья, когда у человека, понимая, вот эта паника? Куда мне идти? Меня Бог больше не зовет. Наверное, Он меня больше никогда не простит. Наверное, я уже не дитя Божия. Что делать в этот момент? Слава Богу, что Господь сказал, что сделать. Он сказал, приходящего ко мне, я не прогоню вон. Есть людей, люди, которые понимают, меня зовет Бог. Есть люди, которые в себе не разбираются. Но они говорят, я бы тоже пошел. Я же вижу, что я грешник. Но если я приду, примет он меня или не примет? Господь говорит, не прогоню вон. Приму его. Обязательно приму. Вот человек, в котором нет лукавства. Мне сразу вспоминается одно место священного писания с 17-го псалма. С милостью, он ты поступаешь милостью, с мужем искренним, искренним, а с лукавым по лукавству его. А псалом 138, Давид говорит, ты разумеешь, помышления мои еще и издали. Иду ли я, отдыхаю или окружаешь ли меня, все пути мои известны тебе. Еще ни слова на языке моем, Господи, ты уже знаешь его. Я хотел бы обратить внимание, если сегодня встреча со светом Евангелия или с Иисусом Христом, она приводит тебя в понимание, что Христос знает все твои намерения, все твои мысли, всю твою тайну. Ему известны все твои пути, и Он тебя зовет. Зовет, может, как обремененного грехами, может, утомленного. Я бы хотел сказать, кто бы ты ни был, принимал ты крещение, не принимал ты крещение, считаешь себя рожденным или нет. Но если Господь твое сердце сегодня потревожил, значит, от этого зависит, что Господь скажет. Он скажет тебе, или вот человек, которым нет лукавства, и благосовит его, или скажет лукавый ленивый раб, ты знал волю Господина своего, ты знал, ты знал, что нужно делать. Вот сегодня, знаете, для всех живущих на земле, она до сих пор еще звучит мысль Иисуса Христа, который воскрес из мертвых. Знаете, как он встречается с Симоном Петром, говорит, любишь ли ты меня больше, нежели они? Люблю. А потом говорит ему, иди за мною. Он посмотрел вокруг и говорит, Господи, а он что? А они что? А Христа говорит, что тебе до него? Ты иди за мною. Ты иди за мною. Последуй за Иисусом, и ты увидишь больше этого, ты увидишь силу Божию, которая согреет душу твою, которая поможет тебе жить по бедной жизнью. Делай шаг за шагом навстречу ему. Не получилось. Опять иди. Опять иди, и Господь не оттолкнет тебя. Вы знаете, эта история началась вообще со слов Иоанна Крестителя. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И с этого момента посмотрели на ученики, на Иисуса Христа и пошли за Ним. На кресте Голговском Он заплатил за тебя и за меня. За все мои грехи. А вот теперь твоя задача. Примешь его, послушаешь, пойдешь, захочешь жить для тебя, Он жил для Него, Он жил для тебя, а ты можешь жить для Него. Ну вот это первая мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, для того, чтобы мы с вами могли понять, что значит примириться с Богом. Вернусь к мысли. К мысли, если не родишься свыше, не увидишь Царство Божие. Отчего зависит рождение свыше? Напомню некоторые моменты, чтобы мы могли понимать, отчего зависит рождение свыше. Ну, во-первых, я думаю, что рождение свыше происходит в момент покаяния. Когда Господь зовет, человек открывает свое сердце и впускает его в свою жизнь, входит Господь, и сердце наполняется миром и покоем. Как-то однажды наше собрание сделали призыв, и выходит одна молодая женщина и кается. Ну, у меня такой обычай, после того подойти, познакомиться с людьми, пообщаться. Подхожу к ней, поздравил ее и говорю, мне кажется, что вы уже каялись у нас в собрании. Она говорит, да, не первый раз, но у меня не получается родиться свыше. Что надо сделать, чтобы родиться свыше? Вы знаете, вот некоторые люди легко высказывают свои переживания, а некоторые, ну, не получились, и замыкаются сами в себе. И, естественно, напрашивается вопрос, а что же сделать? Не знаю, я как-то рассказывал один из случаев в нашей жизни. К нам начал посещать один человек, взрослый человек, посещает собрание, ходит, а потом мне задают вопрос, Александр, а что мне нужно сделать, чтобы я был такой, как вы? Ну, я ему говорю, что ты имеешь подразумевание? Ну, чтобы я был тоже вот таким же верующим, вот как вы, чтобы, ну, как-то вот имел общение с Богом. Я говорю, покаяться надо, надо покаяться тебе. Хорошо, пошел, проповедуем. Вот как здесь сейчас проповедую, разъясняю, руку тянет. Можно? Можно. Я хочу покаяться. Хорошо, выходи, кайся. Выходит, склоняет колени, каяться, покаялся, потом встает и говорит, Александр, ничего не получилось. Я говорю, что не получилось? Ну, вот ничего не получилось, что мне делать дальше? То есть, вот бывает то, что вот мы, я хочу сказать, вот кто-то молчит, а вот он не молчит, не получилось. Я понимаю, что он, он, я не понял, родился я свыше или нет. Ничего, никакой перемены во мне не произошло. У вас такое бывает, что вы покаялись и ничего абсолютно не происходит. А я знаю, такие ситуации, покаялись и пошли обмыли свое покаяние. Вы знаете, такое бывает даже ситуация. Это люди, то есть, у них действительно ничего не происходит, а они что, зачем они каялись? Они что-то хотели или ничего не хотели? Они что-то хотели, у них ничего не получилось. И вот он, знаете, вот такой попался, ну, можно сказать, назойливый, что ли. Что мне делать? Что мне делать дальше? Хорошо. Немножко общаюсь, опять подсказываю, потом он говорит, а можно я буду ходить на занятия с крещением? Конечно, можно. Вот он ходит, готовится к крещению. Ну, пришло время посещать. И мне попадает посетить его на дому. Жена у него неверующая, он уверовал, вот, и вот он рассказывает, рассказывает о своей жизни, что вот у него работа такая, где он спотыкается и так далее. А жена сидит, переживает, зачем ты это рассказываешь? Ну, ты же понимаешь, ты себе сам портишь. Тебе крещение не преподадут. И ты будешь опять переживать. А он настолько искренне, спокойно, говорит, ну, а что я должен делать? Я хочу, действительно, я хочу быть не имею. Дальше, я говорю, все, водимые духом Божьим, суть, сыны Божьи. Они взывают, а воочек, никаких водительств, ничего абсолютно я не имею. посмотрел, я ему говорю, называю его по имени, я говорю, крещение принимать нельзя. Жена за голову схватилась, что ты наделал? Ты бы радовался, крещение принял бы, а сейчас, что ты будешь дальше делать? Я говорю, приходи, посмотришь, как другие принимают крещение, как что. Приходит он на крещение, постоял, понаблюдал за всеми. Он же жил среди нас, знаешь же, кто как и что. Потом закончилось, говорит, Александр, а я бы тоже так мог сделать, как они. Сказал бы, все нормально, принял бы крещение, и меня бы сегодня поздравили. Не переживай, твое время впереди. Ты примешь крещение. Прошло еще несколько времени, не помню, полтора года или год, принял крещение. И вы знаете, он замучил всех. Пойдем на благовестие, пойдем туда, пойдем газеты расставить, пойдем на библиотеку, от него все шарахаются. Ты чего? А им все безразлично. А его везде тянет. Кто-то находится и говорит ему, успокойся, пройдет год-два, будешь как и мы, все одинаковые. Все это пройдет. Вы знаете, прошло уже больше десяти лет. У него жена неверующая, проблем много, но он сам не имеет покоя. И другим. Надо что-то делать для Бога. Надо проповедовать, надо свидетельствовать. Возьми меня с собой, я готов хоть куда. И вот я думаю, друзья, есть люди, которые, которые, кажется, и крещение приняли, и поют, и рассказывают, и играют, но внутри нет жизни никакой. И что это такое? Как будто официальность есть, а в практике нет. Что делать? Что делать? И мне опять вспоминаются слова Иисуса Христа. Вот человек, в котором нет лукавства. Он идет ко Христу навстречу. Как у тебя? Как твое состояние? Когда Господь тебя зовет, когда Господь тебя тревожит, когда ты делаешь вид, что у тебя все хорошо, у тебя совершенно все плохо, и ты сегодня находишься здесь, а сам думаешь о том, о тех развлечениях, которые за пределами нашего общения. Когда ты пришел сюда, и, может быть, думаешь, играешь, или поешь, и думаешь, я последний раз сегодня здесь, больше никогда не буду. Я знаю таких людей. Не нужно ли поправить сегодня ситуацию, и сказать, Господи, ну ты же видишь меня, ну помоги мне, я хочу быть твоим дитем. Вы знаете, есть еще момент, о чем бы я хотел рассказать немножко, но я хочу чуть-чуть просто схематично напомнить и сказать, что нужно делать, чтобы человек родился с Богом, то есть получил рождение свыше. От чего это зависит? Первое, на что я обратил внимание, написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой, всей крепостью твоей. А мне задают вопрос, «А как любить, если не любится? Это от меня зависит? Или от Бога? Мы говорим, люби Бога! А как любить? А за что любить? Извините, мне члены церкви задают, а что это такое? Объясните, что это такое любить Бога? Я не понимаю, как его можно любить. Вы понимаете, братья и сестры, что это такое? Любить Господа. Ну, вообще, вы понимаете, что такое любовь? Друзья, это сердце, это чувство. Это чувство, это любовь. Вообще, можно любви что-нибудь приказать или нельзя приказать? Вы знаете, не написано же так, если тебе захочется, люби Господа Бога твоего. А не захочется, не люби. Можно управлять любовью или нельзя управлять любовью? Мне кажется, можно. Кто думает, что нельзя, но если ты замужем, подойди своему мужу, скажи, сердцу не прикажешь, полюбила кого-нибудь еще. Что я могу? Или муж подойдет, скажи, я ничего не могу с собой сделать, а полюби, вот еще и все. Вам это приемлемо? Это вообще разумно или нет? То есть, я хочу сказать, в этих чувствах любви существует еще воля и разум. Мы должны что-то делать, чтобы любить. Вы знаете, любовь – это не просто наитие, это решение, это посвящение. И вот я хочу сказать, друзья, дорогие, посвятите себя Иисусу Христу. Вот что значит любить. Он посвятил свою жизнь для нас. Посвятите свою жизнь Ему, и ваша жизнь изменится. Это та же самая мысль. Живите для Него теперь. Все, пусть Его жизнь будет вашей жизнью, Его цели будут вашей целью. Следующее, мое отношение к Слову Божьему, оно тоже влияет на мое рождение свыше. Написано, что возрожденные от Слова Божьего. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам происходит возрасти ко спасению. Слово Божье возрождает человека. И вот, знаете, вот тот же момент, когда Филипп говорит, мы нашли Того, о Котором написано в законе Моисеевов и в пророках. Значит, они знали Слово Божье, да? Знали. Сегодня многие люди, к сожалению, не читают Слово Божье. Скажите, а что легче? Читать или слушать? Или смотреть? Вы же понимаете, мы сегодня настолько мы обленились, вы простите, я хочу сказать, мы обленились, я не ошибаюсь. Вместо того, чтобы прочитать Слово Божье, я лучше прослушаю его, когда буду ехать в машине, а еще лучше, я лучше посмотрю что-нибудь видео христианское и этим живем. Когда ты читал Слово Божье? Зачем ты его читал? Мне говорят, ну ладно, ты читаешь Слово Божье, тебе надо, тебе проповедовать надо. А мне зачем? Я же его знаю. Я же слышу его здесь постоянно. Зачем оно мне нужно? Слово Божье говорит, да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Для чего? Или чтобы быть успешным во всех путях своих и быть благоразумным? Чтобы в точности исполнить его. Вы понимаете, вот отношение к Слову Господнем. Тогда ты будешь успешным. Он говорит, я читаю, читаю, и никакого толку нет. Никакого успеха абсолютно нет. Ты его исполнял. А что, надо исполнять, да? Конечно, надо исполнять. А зачем его просто читать? Друзья, еще кратенько скажу. Наше отношение к очищению. Мы сегодня уже слышали этот вариант. Но Слово Божие говорит о том, чтобы мы могли, вот как Христос очистил храм, помните, все выгнал. Так нам нужно сердце свое очистить от всякой скверны, от всякого греха. Поэтому уверовавшие исповедовали свои грехи, они признавались в чем-то, и Господь являл им свою милость. Вы слышали о том, что Закхею нужно было раздать, а можно было бы сказать, что не надо раздавать, но Христос его не остановил, он все по порядку делал. Вы знаете, самая большая проблема у людей, которые начинают вот проблемы искать, я, знаете, проверяю, скажу так, это вопрос неправильных взаимоотношений между братьями и сестрами. Они мешают вопросу вообще ориентации всякой и пониманию воли Господней. Люди начинают грешить, начинают встречаться, влюбляться преждевременно, я хочу сказать, что любовь и влюбление, это совершенно разные варианты. Только одно хочу сказать, влюбиться можно сразу в нескольких и за один день с несколькими людьми иметь общение, а любовь это никогда не позволит, никогда не позволит. Поэтому, конечно, люди начинают запутываться в этом моменте, они не хотят бросить, оторваться, а вдруг потеряют будущее, и, вы знаете, портят свою жизнь, ломают свою жизнь. Что делать в этот момент? Ну, я вам хочу сказать, надо поправлять ситуацию, надо признаваться, нужно оставлять, просить у Бога милости, а можно даже перед родителями признаваться, если необходимо, перед служителями признаваться, чтобы получить свободу, чистое сердце. Почему? Потому что, вы знаете, где живет Бог? А? В сердцах или в телах? Где живет Дух Святой? В телах или там в умах у наших? Слово Божие. Разве вы не знаете, что вы храм Бога? И Дух Божий живет в телах. Поэтому тела ваши, представьте, Богу. Бог живет в телах наших. А если наши тела сквернены? А мы, да у нас там в уме все нормально. Да не может быть все нормально в уме, братья и сестры. Ну, не может быть. Поэтому, я думаю, в этих ситуациях нужно наводить порядок. Разница есть между блудниками или блудницей и между мужем и женой? Серьезная разница. Ну, смотрите. Блудник соединяется с блудницей и становится одно. И муж соединяется с женой и становится одно. Какая разница? Кажется, никакой разницы. Да нет. Разница очень большая. Ты одно становишься под благословением Божьим? По закону? Или ты воровски подходишь к этому моменту? Сколько страданий, сколько разочарований в этих вопросах и в Боге, и в друг в друге, и потери веры. Я бы хотел просить внимание, отнеситесь к своему вопросу очищения честно. И Бог будет с вами, и явит вам милость. Отношение к страху Божьему. Написано, страх Божий начинается опять, хочу. Знаете, с чего начинается страх Божий? Он начинается от страха к родителям. Если мы родителей боимся, почитаем, любим, уважаем, нам легко принять страх Божий. Если мы родителей пренебрегаем, нам очень тяжело принять страх Божий. Вообще, я понимаю, страх Божий – это осознание постоянного присутствия пред лицом Божиим. Оно сдерживает человека. Это очень просто понять. Вот я нахожусь на работе, что-нибудь делаю. Вот никого нету, я работаю. Разница есть, когда никого нет или когда стоит рядом начальник? Есть, да? где я буду более ответственный, когда рядом стоит начальник или когда никого нет? Вот это и есть страх Божий. Я постоянно понимаю, я нахожусь в присутствии Божьем. Вот это жизнь и есть страх Господень. Ну и еще последние моменты. Христос однажды стоит на празднике и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Иди ко мне и пей. Если у тебя есть жажда общения с Богом, если у тебя есть это желание быть вместе со Христом, получить это рождение, Господь говорит, иди и пей. Иди и пей. Он говорит, это о Духе Святом. Это наше желание. Если жаждешь, иди и пей. И кто верует в Него, кто верит, то ты знаешь, иду ко Христу с верою. У того, как сказано в Писании, потекут реки, воды, живой. Это основа всего. Мое желание, моя жажда и вера. Не оттолкнет Бог. Даст. Он верный. Он не человек. В нашей жизни, когда мы собирались свадьбу играть, нам нужно было избрать текст Священного Писания на нашу пригласительную. Вы знаете, вот почему-то у меня в сердце сразу одна мысль запала. И я говорю жене своей или невесте тогда, Надюш, давай напишем, храни нас, Боже, ибо мы до Тебя уповаем. Я до сих пор не пожалел. Сколько трудностей, сколько переживаний, но верность Божия ни разу и меня не подвела. Никогда. Связать свою жизнь со Христом, с Богом, это надежно, друзья. Что бы ни было впереди? Это надежно. Не оставит Господь. Я бы хотел сказать, свяжись свою жизнь с Иисусом Христом. Вручи Ему свою судьбу. Поверь Ему. И опять та же самая мысль. Вот человек, в котором нет лукавства. Ты знаешь себя лучше. Пойти тебе сегодня ко Христу или сказать, у меня и так все хорошо. Если у тебя жажда есть, иди ко Христу. Иди и молись. Он все тебе даст. Сообщит тебе. Исполнит Духа Святого. Благодати. Поведет тебя своим путем. Поверь Ему. Вручи Ему свою жизнь. Практически я свою мысль закончил. Если у нас или у вас есть кого-то желание поправить свою ситуацию, подойти поближе к Иисусу Христу, отвергнуть все свое лукавство, быть человеком, в котором нет лукавства, подойти ближе ко Христу и получить это одобрение, получить благословение, я приглашаю таких сейчас помолиться Богу. Открыть свое сердце для Него. И Господь сказал, я с искренним поступлю искренне. Братья и сестры, я вам откровенно скажу. Многие из нас имеют хороший вид, имеют хорошую оболочку, но внутри несоответствие. Совсем не то. А внутри пустота. Снаружи красивыми, а внутри никуда не годными. Это наша проблема. Кто изменит нашу внутренность? Внешность мы как-то можем подукрасить, что-то пододеть, но где-то что-то не поесть, похудеть, или наоборот поесть, поправиться. Какие-то таблетки, например, но чтобы как-то бодро вылить. Скажите, кто внутренность вашу исправит? С этим же жить дальше, с этим идти навстречу. Это все внешне, оно пройдет. Но с внутренним идти навстречу ко Христу. Вот то, что ценно. Вот то, что Господь хочет нас поправить. Я предлагаю спеть один куплет. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыто? Как там дальше? Сердце дверь открой скорее, сам Господь тебе стучит. И в это время, если у кого-то есть желание пройти сюда помолиться, мы готовы вместе с вами помолиться. Встанем, друзья, будем петь псалом. Субтитры создавал DimaTorzok